МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как всегда к этому часу журналисты спортивной редакции Алекса подготовили ваше внимание и краткий обзор новостей спорта. Здравствуйте! Запорожский футбольный клуб «Металлург» на негативной ноте начал свое выступление в премьер-лиге чемпионата Украины по футболу. В первом туре запорожский клуб принимал мариупольский Ильичевец. Единственный гол в матче на 20-й минуте забили гости. Проиграв стартовый матч, «Металлург» тем самым продолжает вести свою отрицательную статистику. Далее о других новостях спорта. В прошедшие выходные масштабными праздниками отмечали день «Металлургов» с запорожцы. Одним из таких мероприятий стала 14-я всеукраинская парусная регата кресельских яхт на призы героя Украины Виталия Антоновича Садского. В акватории яхт-клуба «Запорожсталь» на традиционное ежегодное соревнование заявилось 62 экипажа, это около 200 участников. Как отметили организаторы, подобных соревнований среди кресельских яхт проводится в Украине не так уж и много. Однако все яхтсмены стремятся попасть на гонки, проводимые в Запорожье, что в первую очередь говорит о высоком уровне и радушном приеме на вазе «Запорожсталь». Семь футов под килем и полный вперед – таков был девиз каждого участника. В итоге победителями парусной регаты среди яхт своих классов с определенным гоночным балом стали Днепропетровская «Виктория» и «Оса», «Интро» из Никополя, «Гитмин» из Наргадара и запорожская яхта «Пилар». Также экипажи запорожских «Айлиты» Ольги, «Матадор» и «Союз» завоевали серебряные награды в своих категориях. Запорожские легкоатлетки покоряют все новые мировые вершины. Воспитанницы спортивного клуба «Металлург» Олеся Повхи Мария Ремень, выступая на Всемирной универсиаде в Казани, завоевали золотые медали. Выступая в эстафетном беге, украинский квартет показал лучший результат. В парке «Дубовой рощи» впервые в Украине прошли военно-спортивные состязания между командами металлургических гантов региона. В военно-спортивных соревнованиях приняли участие команды 15 предприятий, которые работают в этой отрасли. Также в битву представителей мужественной профессии включилась сборная команды журналистов в составе представителей гильдии и собственных корреспондентов центральных СМИ, дружественных телеканалов и газет области. Команды сошлись в состязаниях по пейнтболу и военно-спортивному многоборью, неполная разборка и сборка автомата, одевание противогаза, оказание первой помощи, стрельба, отжимание, переправа, канатная дорога и перетягивание каната. По результатам соревнований первое место в военно-спортивном многоборье завоевала команда завода полупроводников. И в битве по пейнтболу фортуна оказалась на стороне с ЗТМК. Журналисты также достойно боролись за победу и в отдельных дисциплинах показали лучшие результаты. Оператор телеканала «Алекс» Максим Костенко сумел разобрать автомат Калашникова в рекордно короткий срок – 14 секунд, улучшив общий армейский норматив. Индивидуальный рекорд в отжимании установил и работник Запорожстали Роман Кушнир. Он отжался 221 раз от пола. На всех этапах, которые были предоставлены соревнующимся, команды металлургов и родственники их предприятий показали достаточно высокую подготовку. Я хотел бы даже обратить внимание, ну вот сборка-разборка автомата. Она, естественно, непривычна для сегодняшнего дня, и тем не менее молодежь успешно справилась с этим заданием. В Венгрии завершился очередной Кубок Европы Ю-21 под дзюдо. Этот турнир для украинских спортсменов является одним из этапов отбора в состав сборной страны, которая выступит на официальных стартах 2013 года, чемпионате Европы и чемпионате мира. Несмотря на солидную конкуренцию, воспитанник Запорожской школы дзюдо Семен Ракита в весовой категории до 100 килограммов завоевал бронзовую медаль. Поздравляем спортсмена и его тренера. У нас же это последняя информация выпуска. На этом мы прощаемся с вами. Всего доброго и до свидания. Партнер нашей спортивной редакции – страховая компания «Аранта Сич». «Аранта Сич». Мы работаем для вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова «Аранта Сич». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова «Аранта Сич» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...